Программа исследований Луны То, что мы знаем о Луне, это очень мало На самом деле мы не знаем фундаментальные вещи В частности, мы не знаем абсолютно внутреннего строения Луны Ее химического состава внутреннего А это нужно не потому, что нам Луна так интересна Это важно, потому что Луна является частью системы Луна-Земля И поэтому она нам дает ключи для того, чтобы ответить на вопросы Связанные с ранней историей Земли, например Мы не знаем, когда возник океан и как Не знаем, как возникла атмосфера, еще она состояла вначале Мы не знаем те процессы, которые вообще, говоря, развивались на Земле Была ли она очень горячая или очень холодная Это очень многое зависит от того, как образовывалась пара Луна-Земля И на Земле у нас мало возможностей для этого Потому что образцов старше 3,8 миллиарда лет на Земле нет Они, так сказать, стерты были в ходе геологической истории А на Луне у нас есть образцы, начиная с 4,5 миллиардов лет, то есть с самого начала И изучая эти образцы, мы в состоянии восстановить историю Земли прежде всего И вот здесь внутреннее строение Луны очень важно Луна-Оглоб, наш проект, давний проект и серьезный проект Он как раз в своей главной задаче имел в виду исследование внутреннего строения Луны Что важно было для происхождения Луны и для процесса Но кроме того, с Луной очень много другого связано Очень много другого связано Я бы сказал, что, знаете, нужно к этому относиться так, так сказать, философски Вот возьмите Ломоносов Он сказал, что богатство России будет прирастать, так сказать, Сибирью Ломоносов ведь не знал тогда, что Сибирь богата нефтью Или там ее реки могут дать миллиарды киловатт электроэнергии Но он понимал, что вот присоединение такого пространства Оно не может не дать в конечном счете таких результатов, которые повлияют на будущее государства И это было правильно совершенно Вот Луна приблизительно так же Освоение Луны это есть то, чем будет прирастать, так сказать, богатство человечества И в том числе богатство каждой нации, которая вообще, говоря, к этому приобщится Раньше других И мы можем это сделать Там очень много того, что может оказаться полезным Из ресурсной точки зрения Из точки зрения информационных систем И мониторинга Луна, нужно к Луне относиться как, так сказать, вот к части Земли Как к удаленному континенту, понимаете, который надо осваивать Он находится недалеко от нас по современным меркам Досягаемый вполне И нужно организовать серьезные исследования этого блока, так сказать, Земли Вот о чем идет речь Я думаю, правильно Потому что мы потеряли опыт Мы потеряли наработки Нам надо начинать сначала Понимаете, нам надо начинать сначала Нам надо забыть о том, что мы, так сказать, Луну 50 лет тому назад Фактически исследовали Запускали туда аппараты По два аппарата в год Понимаете, сегодня надо об этом забыть Снова сесть в первый класс Но надо хотя бы продвигаться быстро По этому пути Ладно, мы осознали, что мы отстали Но теперь, когда мы это понимаем Нужно быстро продвигаться по этому пути Надо думать о том, что мы должны ориентировать нашу пилотируемую программу на Луну Не сразу Пусть сначала это должны быть автоматы, безусловно Вот там запуск двух аппаратов Луна, там, ресурс, Луноглоб Сами по себе это пустяковые задачи Они только потому интересны, что являются первым шагом в серьезной программе За этим тянутся другие вещи Что-нибудь пилотируемое Это не то, что вот опять-то там, наконец-то там Луна советского или там русского человека Вступил дальше на Луну и аэропортовать Нет, тут нужен, так сказать, серьезный трафик, как говорится Понимаете, Луна-Земля Чтобы его создать Весьма вероятно нужно иметь промежуточные станции Типа на земной орбите На лунной орбите нужно создавать станцию Нужно делать и космический аппарат Это нужно делать систему управления Это нужно сделать, так сказать, привести в порядок наши станции дальнего слежения Которые, так сказать, плохо тоже подготовлены были Это означает очень многое связанное с научной, так сказать, исследованием того, что будет сделано Конечно, это все равно большая задача Это, я говорю, когда первый класс, так сказать, это просто по сравнению с тем, что у нас было раньше И, кстати сказать, вот разработанный или проект, что ли, стратегии исследований Фундаментальных космических исследований Он как раз называет, и я, кстати сказать, этому очень рад и поддерживаю это целиком Называет в качестве приоритета именно лунные направления Правильно, это действительно нам и по силам, и возможности у нас есть, и задачи есть Но только серьезно к этому нужно относиться, чтобы это не было пустым звуком, понимаете, очередным А это означает очень много, не только космические исследования, но и целый ряд других В университетах должны быть кафедры Хотя бы два университета должны иметь кафедры, которые будут готовить исследователей Вот когда у нас началась космическая, вообще ракетная космическая, у нас правильно сделали У нас в МВТУ Минебауна открылись кафедры, в энергетическом институте, в МИФИ То есть сразу стали готовить специалистов, которые через 5-10 лет пришли и насытили, так сказать, эту область своей квалификацией Значит и здесь нужно так делать, то есть над всем этим нужно как-то одновременно думать Понимаете, это далеко не относится, все не сводится к тому, что запустить аппарат очередной, понимаете Это чепухка просто, жалко денег, если только к этому сейчас ведется Если вдруг повезет и прямо в прямую мы найдем там воду, например, понимаете Это, конечно, нечто, если так повезет, но я не думаю, что нам так повезет Потому что, но все равно, вы знаете, научный результат от космических исследований всегда есть Потому что это настолько малоизученная область, вообще говоря, человеческого знания Вот американцы привезли 300 килограммов грунта Из 6 посадочных станций сделаны Человеческими руками грунт был отобран с Луны и привезен А мы сделали 3 автоматические станции И в совокупности 300 грамм привезли Понимаете? Но эти 300 грамм были получены не там, где американцы получили, а в других местах И они дали новые результаты Несмотря на то, что это были граммы, это были очень серьезные достижения в понимании, так сказать, вот тех пород, которые слагают Луну И почему мы их храним? Потому что появляются новые инструменты Появляются более точные инструменты Там тоже изотопный состав можно было там с точностью 5 промилле Сейчас 0,1 промилле Все можно снова проверить и произвести те измерения, которые можно делать Вот недавно, например, мы исследовали отношения гелия-3, гелия-4 в лунных образцах Хотя бы с точки зрения того, что они уже 30 лет хранятся Больше 30 лет Вот изменилось ли, скажем, за это время отношение Изотопное отношение содержания гелия в образцах Вопрос не безразличен с точки зрения проблематики гелия-3, например Вот мы сделали и увидели, что есть определенные изменения Можно определить диффузию гелия, сколько он в этом И что уже дальше можно экстраполировать на лунные условия То есть всегда есть какая-то задача, которую можно связать с изучением этих образцов И они время от времени с разной точки зрения продолжают изучаться Хотя, конечно, львиная доля исследований была произведена сразу, когда их привезли Гелия-3 это то, на что мы можем рассчитывать в будущем С двух точек зрения Во-первых, это чрезвычайно эффективное термоядерное топливо И во-вторых, это еще более уникальное Это экологически чистое термоядерное топливо Потому что, как вы понимаете, любая почти радиоактивная реакция Это радиоактивная Она связана с загрязнением Она связана с загрязнением среды Она связана с загрязнением тех конструкций, из которых это делается Это связано с тем, что эти конструкции приходят в негодность Из-за множества дефектов, которые в них возникают из-за облучения И необходимостью все это вообще куда-то девать Потому что это радиоактивное загрязнение Мы и сегодня очень сильно страдаем от проблемы радиоактивных загрязнений А если перевести на это вообще всю энергетику А на что-то переводить ее надо, углеводородное сырье заканчивается Все эти альтернативные виды, вроде ветряных мельниц и прочее Это все-таки полезные вещи на самом деле Только не нужно думать, что это способность стать источником энергии Для восходящей цивилизации человеческой Здесь нужны серьезные энергетические источники И поэтому то, что это не радиоактивное практически реактивное Она не дает в первом варианте, когда гели с дейтерием Или дейтери-дейтери одновременно идет в реакцию Но она в 50 раз уже менее загрязняющая, чем термоядерная чистая реакция на дейтери А в перспективе, как гели-3, гели-3, это реакция вообще экологически чистая Это очень важно Это то, к чему нужно готовиться Через сотню лет, например, или через несколько десятков лет Это многое зависит от того, как дело у нас здесь пойдет на земле Растет человечество У нас, собственно, потребителями энергии-то кто был? Европа, США, СССР Все, весь остальной мир, так сказать, в спячке находился А сейчас все идут вперед А если все будут потреблять столько же энергии, сколько США Что это означает для Земли? Это колоссальные экологические, вообще говоря, угрозы прежде всего Не говоря уже о нехватке самой энергии Где ее взять? Гели-3 это результат облучения Луны солнцем, солнечным ветром На Земле тоже есть гели, но гели, которые есть на Земле Это изотоп гели-4 в основном И гели-3 есть, но так мало, что промышленного значения это не имеет А на Луне отношение гелия-3 к гели-4 в тысячу раз выше, чем на Земле То есть это как бы обогащенный вот этим термоядерным гелием гелий И он миллиарды лет, солнце облучает Луну И он внедряется в грунт И вот верхняя оболочка И это очень хорошо, что это именно верхняя оболочка Потому что это легко доступно в конечном счете для эксплуатации, для добычи Она обогащена этим изотопом А на Земле, во-первых, магнитное поле есть Которое отражает значительную часть того солнечного ветра Который мы получаем от Солнца Плюс атмосфера И плюс, что самое главное, это процессы циркуляции на Земле Которые сразу же в конечном счете уносят в недоступные для нас глубины места То, что даже попадает на поверхность А на Луне это миллиард лет скапливается на одном месте Поэтому она обогащена этим изотопом И я полагаю, что с ним надо, конечно, связывать будущее Термоядерная энергия, термоядерная реакция на гелий-3 у нас тоже не готова Даже над Этерией, так сказать, мы еще как бы не в состоянии Хотя вот скоро будет, наверное, Этер-станция, которая позволит это сделать Но это все тоже еще в зародышевом состоянии находится Но вы знаете, это все инженерные задачи Это не то, что вот... Ну, такая фантастика Например, некоторые фантазируют, что вот без гравитации Чтобы избавиться от гравитации, чтобы ракета там поднимала сама по себе Хорошо бы, но это фантастика Потому что она пока ни на чем не основана Понимаете? Нет серьезных данных фундаментальной физики Которые бы говорили, да, что это возможно А это... Тут нет препятствий Все известно, все возможно Это вопрос, так сказать, засучить рукава надо и делать И тогда получится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!